Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Первого образовательного. Теперь мы называемся Первый образовательный телеканал. Сегодня у нас разговор пойдет о Памире. И я с удовольствием представляю вам нашего гостя Виталия Вячеславович Наумкин, директор Института Востоковедения Российской Академии Наук, доктор исторических наук. Виталий Вячеславович, итак, Памир, крыша мира. Хотя Гималайи выше Памира, но и Тяньшань тоже немалой вершины имеет. Но тем не менее, крышей мира называют Памир. Вот как это, почему? Я думаю, что такое название связано прежде всего, конечно, с труднодоступностью этого района. Из-за того, что он находится действительно в центре гигантского массива евразийского. И занимает такое центральное положение. Поэтому и действительно крыша мира. Мир как бы вокруг Памира. И в этом, по-моему, большой смысл. А если брать отдельные части Памира, и в частности, вот северо-западную часть Памира, в котором как раз и будут разворачиваться, в которой будут разворачиваться события наши, и где наиболее значимые открытия были сделаны, то он вообще был совершенно диким, труднодоступным районом. Белое пятно. Белое пятно было, конечно. Но Марко Поло говорил, что здесь огонь горит очень слабо и не жарко. Здесь тяжело дышать. Здесь еле идешь. И даже верблюды и лошади идут с трудом по этим памирским просторам. Но Памир, тем не менее, стал, я думаю, что это одно из любимых мест было до тех пор, пока наши альпинисты не поехали в Гималайи. Памир – это был центр альпинизма. Не только нашего. Вся Европа, Америка, альпинисты этих вот районов ехали на Памир. Но их привлекало что? Во-первых, пик коммунизма. Зайти на пик коммунизма – это было суперсобытие. Героический, конечно, поступок уникальный был. Зайти на пик Ленина – это вообще сойти с ума. Ну и так далее. Кауфмана раньше он назывался. Он назывался пик Кауфмана, да. До того… Генерал-губернатор был. Губернатор. Но до того, как туда не приехали экспедиции… Те, о ком мы будем говорить? Те, о ком мы будем говорить. Но надо сказать, возвращаясь к вопросу об огне и о том, что там трудно дышать. Конечно, трудно. Такие высоты, разряженный воздух. Огонь-то горит, но на нем очень трудно что-либо сготовить, потому что вода кипит совсем при другой температуре, при более низкой. И еще ниже. Да. Насколько я знаю. Чем выше поднимаешься, тем ниже температура кипения. И когда нужно что-то сварить, нужно много часов сидеть, ждать, пока сварится каша. И там, скажем. И удивительно, что в этих условиях, где льды, где ледники, где перевалы сложные, действительно ровного места нет. Где вот эти самые морены, перемолотые камни с глиной в перемешку сброшенные ледником, выдавливаются. И там живут люди. И жили. Но... Вот не на леднике, конечно, но практически жили в этих льдах. Виталий Вячеслав. Они жили. Они... Нет, они там... Кочевали. Кочевали. Очень тепло относились к России. И они очень хотели быть частью России. И поэтому здесь не было никакой абсолютно враждебности в отношении тех, кто сюда приходил в 19 веке. Ну, я уж не говорю о более позднем периоде. О Советском. Это важный момент. Но я могу сказать, что то, что я сам видел. Значит, вот сидит компания. Нас приглашают до Стархана или... Как он называется у них? Приглашают там выпить чаю, съесть лепешки, а дальше там пойдут... Ну, много чего потом идет. И вот эти люди, они с трудом говорят по-русски. С трудом. Но если мы находимся в их компании, они ни разу не скажут ни слова на своем языке. Чтобы, не дай бог, гость не подумал, а вдруг это над ним тут решили посмеяться. Это настоящая такая высокая, очень деликатность горская, горская культура. Ну, и плюс еще надо, конечно, иметь в виду, что памирские горцы, они говорят на своих особых языках. Их много. Памирских языков очень много. И они часто друг друга не понимают. Есть такое, да. Поэтому как раз уже в наше время русский язык стал языком общения между разными племенами и народностями, памирскими. А чем дальше шло время, тем возрастала мобильность, люди стали общаться, изоляция кончилась. И нужно было на каком-то языке общаться. Таджикский был, конечно, языком общения. Но русский тоже стал языком общения. Но русский он был шире. Но вы знаете, что интересно? У них же есть... Там же много этих этнических групп. Ну да. Вот есть группа народностей, которые говорят почти что на немецком языке. Ну, это не совсем так. Там есть, конечно, сходство с древними иранскими языками. Это вот эта восточно-иранская группа языков. Она очень своеобразная. Но наши ученые, лингвисты находят такие различия среди самих этих языков, которые тоже делятся на отдельные группы. Я сейчас не буду занимать время у наших зрителей, которым эти детали, может, лингвистические, не нужны. Но они могут посмотреть, кто интересуется, и прочитать, насколько сложны эти языки, насколько велики между ними различия. Между, там, я не знаю, шугнанскими языками, изгулемским, скажем. Тоже мы о изгулеме будем говорить, видимо. Его будут показывать. Конечно, да. Так что все непросто. Непросто. Но языки... Это понятно, почему они говорили на таких вот разных языках, хотя живут они вот в одном районе. Потому что вот один кишлак, вот второй кишлак. Отсюда, сюда пройти невозможно. Да, это условия изоляции и длительного развития в условиях этой изоляции. Потом они начались... Можно сопоставить с Дагестаном. В чем-то, вот видите, сходство. Что-то есть. То же самое. Языки... Горы выше. Горы выше. Да, но люди близко вроде бы живут, а языки разные. А языки разные. И они друг друга не понимают. И потом они стали строить овринги. И говорят, попробуй по нему пройди, ты как слеза на ресницы, иди осторожно. Да. Ну, да. Вы ходили по оврингу. Я ходил, но самое интересное, что здесь вообще очень интересные сложились обряды, обычаи, которые, с одной стороны, имеют рациональное содержание, а с другой стороны, имеют какой-то такой мистический смысл. Их можно сопоставить с районами, где живут другие горцы. Ну, в частности, вот с Аравийским полуостровом, который я очень люблю, и в нем больше бывал, чем в этом районе. Чем где бы то ни было вообще. Но и это, в частности, так называемые туры. Это такие пирамиды из камней, которые складываются. Они вроде бы имеют какой-то рациональный смысл. Я думаю, что мы их увидим. Такой рациональный смысл их складывают для того, чтобы... Ориентиры. Ориентиры для путника. Потом это своего рода маяки, которые просто показывают, отмечают какое-то место. Его можно издалека увидеть. Но кроме этого значения, есть еще какой-то сакральный смысл того, что человек путник идет. И камень для него, это когда есть некий элемент камня поклонства. Когда этот человек идет, спускается с перевала, он кладет камень. Поднимается, тоже на эту горку кладет камень для того, чтобы как-то обозначить благополучие. Вот слава Богу, перешел, положил камешек. Получилось сюда прийти, положил дальше, пошел. И другим помог. Да, ну вот надо взглянуть на горы Памира. Вот замечательные фотографии. Вот эти вот заснеженные вершины. Они... Вы знаете, когда там находишься, когда идешь вот по этим ущельям или по долинкам, ощущение такое, что ты находишься в компании великанов, которые тебя пустили на стол побегать, как Гулливер в стране великанов. Да, и смотрят на тебя и думают, а что с тобой дальше делать? Куда опустить тебя к себе туда наверх или поставить какие-нибудь ограждения? Ну, пускают только очень хороших людей, правда? Пускают только очень хороших. Я думаю, что мы с вами там... Пройдем, конечно. Всегда пройдем. А вот это вот, вот это вот замечательная фотография. Это Владимир Адольфович Шнейдеров, основатель передачи «Клуб путешественников» и режиссер, который снимал фильм, который мы будем смотреть. А слева от него, у камеры, стоит Илья Толчан, кинооператор. Это та же самая пара, которая снимала первый в истории фильм о Йемене. О Йемене, да. Это первопроходцы, они первопроходцами были и на Памире, и там, и в Аравии. Да. Вот, но вот это вот вообще уникальный снимок. Это идут наверх, на вершину тогда еще неизвестного пика. Сначала он был просто 7495 пик, а потом его назвали пик Сталина. Сталина. Да, ну, самая большая гора Советского Союза. Как же ее назвать? Ну, естественно, можно было назвать только именем вождя. Только именем вождя. Конечно. Но прошло какое-то время, вождя начали критиковать, и гору переименовали. Назвали пиком коммунизма. Пик коммунизма. И опять неудачно. И опять неудачно. Сейчас гора называется пик Самани. Это какой-то известный таджикский... Это основатель саманитского государства в Центральной Азии. Да, это герой Таджикистана. Исмаил Самани основатель огромной большой династии, которая основала большое централизованное государство в Центральной Азии. Это таджикская династия. Так что его имя вполне достойно, чтобы быть на такой большущей горе. Тем более, что это важная часть наследия и богатства Таджикистана. Поэтому это очень важно. А вот опять фотография идет восхождение. Это первые люди поднимаются вот на эту огромную высоту. Ну, тогда у нас не было большого высотного альпинизма. И впереди шел Абалаков Евгений. А за ним... Да, а за ним... Альпинист. Да. Абалаковский рюкзак знаменитый. Известный, да. Известен всем. Но это его брат. Это его брат. Виталий, да. Это Виталий, конечно. Это Евгений, да. Выват. Правильно. Виталий Абалаков, конечно. За ним идет Горбунов Николай Петрович. Он не дошел метров 200 до вершины. Обморозил ноги. И сидел, ждал. Но восхождение было чрезвычайно интересным. Ну, удивительно, что Горбунов, который был чиновник высокого ранга... Высочайшего ранга, да. Он ходил на такие высоты... Ходил на такие высоты. Почти их покорил. Ездил вообще по этой Средней Азии. Да, удивительно. Настоящий высокого класса, высокого полета путешественник, который был управлен делами Совета народных комиссаров. Да. Удивительно. Вот. А моя мама как-то что-то мы делали. Она говорит, самые лучшие блины пек Горбунов. Там кто-то подпрыгнул, говорит, как Горбунов Николай Петрович. Она говорит, да. Он приезжал к Ивану Степановичу, это к моему деду, и они пекли блины. И он пек роскошные блины. Да, так вот, вот это вот восхождение на вершину пика Сталина тогда, в нем участвовали. Там погибло два человека. Носильщик и один из альпинистов. Два человека погибло. Дальше пошли, там участвовал Александр Федорович Гетье, чемпион Советского Союза по боксу в тяжелом весе. И там был Харлампиев, основатель боевого самбо. И вот такие люди шли на эту вершину. Так что она, в общем, знаменита и многими уважаема. Хотя, был такой эпизод. Мы там, под этой вершиной, сидели с группой альпинистов. И один из них, не буду его называть, очень известный человек в альпинизме. Он говорит, мне кажется, что вот не такая уж эта вершина была неизвестна. Наверное, она была известна. Я говорю, Валь, ну может быть, это пик Гармо? А ребята экспедиции сбросили это название на соседнюю вершину. Сказали, вот пик Гармо. А это неизвестная вершина, самая высокая в Советском Союзе. И она, конечно, должна носить имя Сталина. В общем, мы прикидывали, пытались как-то угадать, было, не было. Ну, не было, конечно. Вершин была неизвестна. Да, и вот то, что ее назвали пик Сталина, ну, да. Это только в то время символизировало значимость того, что они открыли такой пик. Они назвали именем первого человека. Опять же, это было магнитом для альпинистов из Европы, из Америки, ну, из Азии тоже индусы ходили. Да, как зайти на пик коммунизма, да вы что, это супер. Но мы-то будем сегодня говорить об экспедиции, в которой были не только альпинисты, и не столько альпинисты. Да, были... Да, вот это восхождение идет, вот оно. Сейчас мы еще... Вот, вот он. Вот это самая высокая точка, это пик коммунизма, или пик Сталина, а теперь пик Самани. А вот такая ступенька от него отходит, это пик Дюшамбе. А дальше внизу идет фирновое плато. Огромное-огромное поле. Вот. Ну, что еще у нас там есть? А вот это сираки ползут с семитысячников. Они идут как солдаты. Вот. Ну, вот еще одна вершина. Красота потрясающая. Потрясающая, конечно. Потрясающая. Вы знаете, я похвалюсь еще немножко. В этой экспедиции был мой отец. Это я знаю, ваш отец оставил. Так он, он с 33-го года до своей смерти, он постоянно, чуть ли не каждый день вспоминал Памир. Он обязательно вспоминал что-то. Ничего удивительного. И когда я приехал на Памир первый раз, я понял, что да, это на всю жизнь, это будешь вспоминать, вспоминать. Это Марс. Это или Марс, или... Интересное сравнение. Да. Это неизвестная планета, вот сойти с ума. Очень, очень это все замечательно. Ну, и причем интересно, что в те времена же не было такого совершенного оборудования альпинистского, снаряжения. Удивительно, как люди вообще поднимались на такие вершины. Вот тогда? Вот тогда. Да. Значит, происходило вот что. Экспедиция начиналась как советско-германская или германскосоветская экспедиция. Вот. И все снаряжение было немецкое. Были немецкие палатки. Ну, поэтому, собственно, и немцев-то пригласили в основном. Ну, наверное. Я думаю, в основном из-за этого. Ну, да. Были немецкие палатки. Были роскошные спальные мешки. Вы знаете, опять... С гагачьим пухом. Опять похвалюсь. Я до 40 лет спал на этом мешке. Ну, гагачий пух не свалялся, не сохранился? Нет, нет, нет. Вот. Ну, и ботинки с шипами, да? Ботинки тоже с ней было в России. Это не было в том, а советскую шипу это не было. И потом все эти ледорубы, айсбали там и прочее. Я прочитал, что некоторые местные жители, которые сопровождали экспедицию, они очень хорошо жили в горах, но по леднику ходить не привыкли. Они очень боялись надевать ботинки с шипами, что они проколят и многие. Предпочитали босиком пробежаться по с ним, а потом уже утеплиться немного. Ну, вообще, надо сказать, что люди, которые живут в горах, они побаиваются этих великанов. И вот, скажем, Хиргиани был велик не только потому, что он ходил там по супер вершинам. Кстати, на Памире тоже. А он ходил по горам, а с ванной не все любят эти прогулки. Так же, как и в... Там, в Непале где-нибудь. Ну, да, не все, конечно. Ну, кто сопровождает? Шерпы. Шерпы, да? Шерпы, да. Это работа, ребята, которые, да, это шерпы. Это шерпы. Мы были, ходили там в этих ячигах или, говорю, иногда даже вот босиком, как я... Ну, да, пробегали, да. Я очень удивился. Пробегали, да. Там, где это было можно. Но очень странно, что там, скажем, эту экспедицию сопровождали красноармейцы, которые вообще в шинелях ходили. Шинелях и в сапогах. И в сапогах. Вот это трудно себе сегодня представить. Ну, вы знаете, на горе Эльбрус мы шли туда, на вершину, вместе с немцами, были ветераны. И вы тоже с немцами. Ну, имею в виду, ну, да. И немцы ветераны войны, и наши ветераны войны, альпинисты. Ну, да. Они вместе шли на вершину, чтобы на вершине пожать друг другу руки и сказать, что они... Польша там воевать не будут. Не было. Воевали, были. Ну, еще как. Еще как. Горные стрелки. Да, Эдельвейс. Вот. Но... Но... Там одно местечко, склон Эльбруса. И парень, краевед, он там разыскивает, что происходило, где происходило. Всякие там остатки от стрельбы, эти патроны ржавые и так далее. Вот. И я ему говорю, Жень, а вот это место что? Вот здесь вот наших ребят погнали брать приют 11-го. Говорит, да. Ночью. Но дело в том, в сапогах, в шинелях, как положено, с винтовками. Но только начало вставать солнце, и вся его энергия рухнула вот на этот снежный склон, и ребята ослепли сразу, моментально. Ну, и их расстреляли. Егеря. Вот была такая трагедия. Ну вот. Значит... Теперь мы все-таки подходим, уже совсем немножко осталось, мы подходим к тому, собственно, чего мы собрались и о чем мы хотим говорить. Мы хотим говорить о первой германско-советской или советско-германской панирской экспедиции. Вот. Значит, нужно сказать, что идею этой экспедиции в 1880 каком-то году предложил немец глициолог. Я забыл, как его звали, простите. Вот. Немец предложил. И спустя, вот, до 1928 года это где-то там обсуждалось, переговаривалось. Нет, там еще был эпизод в 1925 году, когда праздновалось 200-летие Российской Академии Наук. Да. Вот тогда уже практически было принято решение об организации в ближайшие годы такой экспедиции. То есть вот с 1925 года до 1928 эта идея прорабатывалась, как положено, прошла все бюрократические инстанции и состоялась. Вот. Там Академий Ферстман был. Ферстман был, конечно. Да, да, да. Вот. Но дело в том, что наше время закончилось. Осталось всего несколько секунд. Так что, дорогие зрители, не забудьте присоединиться к нам в следующий раз. Мы начнем разговор уже непосредственно об этой экспедиции, ее открытиях и событиях, которые там происходили. Виталий Вячеславович, спасибо. Спасибо. До следующей встречи.